Познакомиться с тундрой, ее обитателями, а также посмотреть, какая научная работа сегодня ведется в заповеднике Ненецкий. С такой целью округ посетили представители Министерства природы России. Этот визит в регион стал первым для научных сотрудников федерального ведомства. О предварительных результатах своей работы на территории заполярного субъекта в материале моей коллеги Александры Литковой. Бескрайние просторы тундры, обилие рек и озер, на которых в летний период гнездятся тысячи птиц. Все это и не только научные сотрудники увидели на Ненецкой земле. Здесь, в заповеднике, они пробыли 10 дней. Эмоции, говорят участники экспедиции, переполняют до сих пор. И хотя к Министерству природы Михаил Яковлев никак не относится, мужчина бывалый путешественник, пропустить такую поездку он не смог. Ну, такую тундру я, наверное, нигде не видел. Это, в общем, достаточно очень своеобразно. Вот эти озера невероятные. То есть я тоже попытался за спутниковых карт изучать, как бы это, и совершенно не мог понять, что здесь такое. И когда мы увидели, как это реально выглядит, ну, это было, так сказать, ну, действительно шоком. То есть это было очень необычно. Специалисты Минприроды за этот год побывали уже в нескольких заповедниках страны. На очереди Ненецкий. Ученые признаются, не ожидали, что перемещаться по территории охраняемой зоны будет не так-то просто. Они попадали в сильный шторм и даже садились на мель. Лодку в буквальном смысле тащили на себе. Едва ли не каждый свой шаг фиксировали на камеру. Когда мы готовились и смотрели на картах, как это все выглядит, где находится заповедник, его территория, какие пространства окружают. Много воды. Мы потеряли очень много времени только потому, что мы не могли там отправиться от кордона. Потому что это огромное пространство воды, оно оказывается совсем мелкое. И когда дует ветер, например, не в ту сторону, или отлив, вот тогда мы просто не можем работать, мы никуда не можем перемещаться. Исследование экосистемы – одно из традиционных направлений работы в заповеднике. Сюда ежегодно приезжают несколько научных групп, в их числе как российские, так и зарубежные. Прямо сейчас здесь работают специалисты из Великобритании. Они занимаются кольцеванием малого лебедя. Вернуться в наш регион представители Министерства природы собираются уже следующей весной. Планируют провести мониторинг среды обитания птиц. Сейчас на территории заповедника зарегистрировано 125 видов. Из них 25 занесены в Красные книги Ненецкого округа и России. Когда прилет птиц осуществляется, когда брачные игры, когда массовое скопление птиц происходит. Это период днезнования мы вычеркиваем, потому что просто нельзя в этот момент тревожить птиц. Разве что, когда птицы уже появятся, осторожно, аккуратно снять, как жизнь происходит в колониях. И дальше, позже немножко, чем сейчас, уже когда обратно птицы скапливаются, для того, чтобы мигрировать в теплые страны. Видеоматериалы экспедиции ученые в будущем планируют использовать в информационных сюжетах, а также создать документальный фильм, посвященный экосистеме региона.